Добрый вечер! В эфире программа «Персона Грата». Год культуры Орловский государственный институт искусства культуры завершает большим международным проектом. В эту пятницу здесь откроется 8-й международный конкурс-фестиваль современного искусства «Созвездие Орла-2014». Главные подробности сегодня обсуждаем с продюсером фестиваля «Персона Грата». Сегодня Светлана Гавдис. Здравствуйте! Здравствуйте! Светлана Ивановна, долго я думала, с чего начать этот разговор. Не хотелось начинать с банальностей. И, наверное, первое, о чем я вас спрошу, вот за эти годы, пока существует фестиваль, это 8-й фестиваль, был ли такой номер, который вас действительно потряс? И что вам за эти 8 лет более всего запомнилось? Каким должно быть это что-то? Такой вопрос интересный. Спасибо. Я хочу сказать, что на фестивале было очень много хороших номеров. Конечно, меня покорила наша эстрадная студия «Орловская», номер эстрадно-цирковой жанр они представили, где выступали две девочки. Невероятной пластичности, невероятной такой эстетики и такого мастерства, что, конечно, наверное, у всех гостей тоже они остались в памяти. Ну, еще у меня, мне помнится номер из Иваново, замечательный номер, где выступал ансамбль девочек, юниоры. Это было, это некое было подобие чистоты, красоты, нежности, элегантности. Это вот такое образное решение юности. Я видела впервые, они покорили вообще не только меня, но и зрителей, они бы стали лауреатами. И, конечно, меня это восхищает, потому что, естественно, это фестиваль международный, и номера требуют качественного исполнения. Мы требуем образного решения, завершенности композиционного номера. И приятно, когда ребята, выступая в любой номинации, в общем-то, выполняют наши условия. То есть вот те выдающиеся характеристики, которыми должен был дать номер для того, чтобы презентовать на звание Гран-при, на еще другие поощрительные номинации, это прежде всего, ну, это то, что отличает ваш фестиваль от других. Да, это прежде всего высокохудожественность. У нас обязательно должны быть номера, которые несут какое-то содержание и действительно чему-то учат нас. Так, то есть вот не все номера еще пройдут. А если говорить о цензуре, у вас есть исключительно разговорный жанр эстрада, который предполагает некое откровение со зрителем еще и на злободневную тему. Вот тут цензура какая-то есть? Я имею в виду нечто, как вот гражданин-поэт, что-то такое пройдет у вас? Конечно, такой цензуры у нас нет, но вместо цензуры у нас профессиональное жюри, которое отсматривает номера и которое потом при встрече с участниками делает им замечания, дает советы. У нас проводятся мастер-классы, где проходит обучение и руководителей, и участников, и именно там они имеют возможность повысить свое мастерство. Вы знаете, жюри очень профессиональное у нас. Оно с высокими такими регалиями и, конечно, отличается мастерством. У нас и заслуженные артисты, и народные артисты, и кандидаты наук, и доктора наук, и профессура. И я думаю, что им есть что сказать, а участникам и руководителям есть что от них зачерпнуть. Забавная, на мой взгляд, история, которая поможет, наверное, людям, которые еще решают, что делать в эти выходные, пойти к вам или не пойти. Проект «Голос», который идет на Первом канале. Один из участников, Ярослав Дронов, успешно выступает. Участник «Созвездия Орала» 2008 года. Есть кадры, которые это подтверждают. «Созвездия Орала» Не единичный пример, насколько я понимаю. Не единичный, да. И у нас есть девочка, которая недавно победила в «Дети голос», тоже Алиса Кожикина. И она была лауреатом нашего фестиваля. Мы тоже гордимся. Вы сами начали говорить о жюри. Я понимаю, что вы не боитесь вопросов на эту тему. Вопрос действительно есть. Мне не очень удобно его задавать. Я не очень хотелось бы. Но, тем не менее, долгие годы председательствовал на «Созвездии Орла» в жюри заслуженный артист Украины, наверное. Я говорю о Владимире Горбунове. Да, Владимир Михайлович Горбунов. И мы ему благодарны очень. Вот в этом году он не приехал. И первое, что приходит в голову, что, как бы мы, наверное, не говорили о том, что у нас культура и искусство вне политики, наверное, все-таки это связано. И то, что он сейчас проживает в Харькове, Украина, ну, наверное, не просто так случилось, что в этом году он не приехал на фестиваль. Ну, это, конечно, печальная история о том, что происходит на Украине. И мы, наверное, это должны понимать. Но я хочу сказать, что его приезд с этим не связан. Не приезд его с этим не связан. Потому что он артист. Да, я его приглашала. Он дал согласие. И мы должны были уже его встречать. Но ему поставили спектакль. И он не мог. Он артист. И он обязан быть на месте. Вы знаете, какая дисциплина в наших театрах. Поэтому, вот, как подвести зрителя, когда распроданы билеты? Он извинялся. Он говорит, я вместе с вами. Он передавал всем орловцам привет. Он сам из Орловщины. Поэтому, конечно, ему очень хотелось здесь быть. И я не могу сказать, что это политика. Потому что другой член жюри к нам приезжает. Тоже из Харькова. И я не буду пока называть его. Потому что у нас, ну, как бы, жюри это тайна. Жюри тоже международное. Международное, конечно. И они приезжают к нам и везут даже своих участников. А что касаемо международности участия? Какие еще страны, помимо России, я, можно сказать, что социальный опрос проводила, общаясь с людьми. Ну, вот фестиваль «Созвездие Орла». И, к сожалению, у многих людей представление о том, что это, ну, нечто институтское, очень камерное. Нет ощущения, что это действительно большое событие для города. Ну, у нас заблуждаются многие в этом плане. Потому что мы стараемся пригласить участников из всех стран, ближнего зарубежья, конечно. У нас были и Болгария, участвовали два года в нашем фестивале. Туркменистан у нас ежегодно. Далее Молдавия у нас участвует и в прошлые годы. И в этом году, опять же, Украина. Сегодня у нас будут жюри из Луганска, и они даже будут в открытии выступать, представлять свой танец. Поэтому, я бы не сказала, Белоруссия у нас всегда участвует, и Белоруссия привозит своих участников. Ребята в различных номинациях выступают. То есть нас не бойкотируют? Нет, не бойкотируют. Просто нет возможности финансовых у многих ребят. Вы же знаете, что для этого нужны меценаты, спонсоры. А меценатство у нас потеряло какую-то значимость, к сожалению. В год культуры? И даже в год культуры. Ну, я думаю, я благодарна даже тем, кто направляет. У нас все-таки более тысячи участников сегодня. И, конечно, они не только свои средства потратили, чтобы приехать к нам на фестиваль. Ведь это автобусы, и машины, и поезда. Почему все-таки не удается власть заинтересовать? Ну, наверное, у нашей власти другие, более важные проблемы, как они считают, экономического характера. А культуру, пока у нас все-таки культура не считается важной в нашем государстве, как мне кажется. А я думаю, что главная культура, потому что сначала как мы думаем, о чем мы думаем, чем мы живем. Что нас волнует прежде всего, духовность или мой кошелек. И мы, наверное, воспитывать должны нашего зрителя, который бы стремился наполнять свою душу духовностью, нравственными какими-то качествами, какими-то ценностями другого порядка. Еще о духовности и нравственности вы не так давно в одном из интервью сказали такую вещь. Одна из главных задач нашего фестиваля – объединять молодые таланты вокруг духовно-нравственных, творческих ценностей. Очень часто по телевидению, в особенности, можно видеть низкопробные номера. Цель такого «искусства» – больше денег загрести, а не души наполнить. Мы должны держать высокую духовную планку, развивать высокое художественное творчество. Этот год – год культуры, и культуру нужно поднимать на более высокий уровень. Вот те номера, которые в эти выходные наполнят этот зал, вообще кто-то заранее отсматривает? Вы уверены в том, что в этот раз те коллективы, которые приедут в «Орел», несут и держат вот эту высокую планку, о которой вы радуете? Ну, прежде всего хочу сказать, что, скорее всего, наверное, будут такие номера, которыми мы не будем довольны. Но, понимаете, люди приезжают из разных уголков, и они видят, как выступают другие, они набираются другого опыта. Опять же, я говорю, что они общаются с жюри, и их культура, я думаю, будет возрастать. А вот на эту сцену, конечно, мы будем выпускать номера, которые уже мы будем отбирать, потому что это гала-концерт, это номера, которые, в общем-то, будут отмечены жюри. И, конечно, открытие, которое мы делаем, мы тоже выбираем те номера, которые на хорошем уровне. Есть ряд, ну, телевизионных, в частности, проектов, которые популяризируют вокальное мастерство, хореографическое, то, о чем вы уже говорили. И есть одна номинация, которая совершенно особняком держится, это театр эстрады. Хотя и сейчас тоже есть попытки неким образом вытащить, возродить, потому что многие считают, что вообще сейчас этот жанр погибает или уже погиб. Вы занимаетесь эстрадой профессионально, вы учите грамотно работать на сцене и составлять номера, вы учите детей, своих студентов. А вот что в этой номинации театра эстрады вы категорически не приемлете? Чего здесь точно не будет вот на этой сцене во время фестиваля? Я даже не знаю, как это назвать. Это, наверное, того, что идет по второму каналу. То есть то, что стыдно смотреть мне, например, в кругу своей семьи. Это те проблемы, которые поднимаются, как мы говорим, ниже пояса. Это, конечно, очень жаль. У нас много есть тем, проблем, о которых мы можем говорить и которые мы можем решать образно, а не впрямую. И для того, чтобы вызвать какой-то смех у такой низкосортной продукции творческой, мне кажется, мы к этому не должны стремиться. Но я хочу сказать, что с каждым годом качество номеров, которые представляют наши участники, оно возрастает. Главное, что они не стоят на месте, совершенствуются. У нас Игорь Шубин, который у нас тоже выступал неоднократно, когда-то ему продюсер московский подарила личный микрофон для того, чтобы он совершенствовался. Он тоже сегодня закончил школу дикторов телевидения и, помимо этого, еще тоже продолжает заниматься вокальным искусством. И, наверное, таких имен можно много назвать, потому что ребята ездили на другие фестивали, а еще они поступают в высшее учебное заведение. У меня, например, недавно наш руководитель из «Живой воды», наш орловский руководитель вокальной студии, она похвасталась, что ее ребята поступили в музыкальное училище. То есть тоже после нашей сцены, конечно, руководитель здесь большую заслугу внес, но они тоже были на этой площадке. Далее поступил в консерваторию молодой человек. Это значит, что они не останавливаются на достигнутом и получают, ну, некие, ну, хотя бы капли, наверное, нашей помощи от наших жюри, от тех участников, с которыми они выступают на одной площадке. И вообще от той атмосферы, которая у нас царствует на фестивале. Атмосфера, надо сказать, совершенно особенная. Атмосфера у нас чудесная. Это юность, энергетика, это творчество, это талант, и, вы знаете, это содружество, это огромное какое-то чудо происходит. Добра, любви, объединение людей. И вот мне бы хотелось, чтобы люди за этим приезжали на фестиваль, а не за первыми и вторыми местами, и не за призами. А приезжали для того, чтобы показать себя, утвердить себя в данной номинации и посмотреть, что им еще надо дальше для их развития и продвижения. И найти как можно больше друзей. Ну что же, мы желаем успехов вашему фестивалю. Доброго и умного зрителя, прекрасных участников и хорошего настроения всем нам. 21, 22 и 23 ноября. Концертный зал ОГИК. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Ждем всех зрителей в нашем ВУЗе. Это была продюсер фестиваля «Созвездие Орла» Светлана Гавдис. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!